Кстати, автор этой библиотеки точно также утверждает то, что она быстрее Изи Джейсон. Что ж, сейчас мы и узнаем это. Меня на самом деле очень удивили эти результаты. Здарова, народ! Вы на канале Славная ИТ, и мы всё-таки сегодня попробуем разобраться, какая библиотека для работы с Джейсон на го самая быстрая. Это большое сравнение четырёх библиотек для работы с Джейсон на го, поэтому заваривайте ядрёный кофеёчек и погнали! Сегодня в сравнении у нас участвует стандартная библиотека Изи Джейсон, Кодек и Джейсон Итератор. И вообще в этом списке должна быть ещё библиотека FFJSON. Но я взглянул на дату последнего коммита и... Ну, в общем, сегодня без неё. У каждой из этих библиотек свой подход для работы с Джейсон. Например, у Изи Джейсон это кодогенерация, а у Джейсон Итератора её нет. Но мы не будем вдаваться в эти подробности, потому что мы будем на них смотреть взглядом простого программиста, которому дали Гошку, и он хочет просто маршалить. Хотя, если вы всё же хотите узнать подробнее про Изи Джейсон, то вот здесь вот по подсказке вы найдёте ролик, в котором я чуть детальнее разобрал, как он работает. Теперь про бенчмарки. Вообще, вначале я хотел подавать три массива просто разной длины, но нам это не даст особо никаких результатов, кроме того, что они будут более-менее сбалансированными. Я же хочу протестировать все библиотеки именно в разных условиях. Поэтому у меня будет маленькая структурка, которая будет содержать всего лишь две строки и два числа, и две булевые переменные. У меня будет структурка посложнее, в которой на каждой из этих типов будет приходиться по массиву. А третья структурка у меня будет самый жирный. Она будет содержать все те поля, которые есть в средней структуре, плюс массив из этой самой средней структуры. Также я написал простенький генератор, который использует библиотеку Faker, и на выходе нам отдает как раз три файла, в каждом из которых находится массив из 10 элементов каждой структуры. Соответственно, вот файл с простой структуркой, со средней структуркой и с самой жирной структуркой. И последнее. Давайте взглянем на наши бенчмарки. Они максимально простые и состоят в основном из двух функций. Первая функция возвращает нам бенчмарк для маршлинга. Он просто в каждой итерации запускает этот самый маршлинг. Вторая функция, не менее простая, она запускает анмаршлинг. Есть у нас еще и общий файл, в котором происходит прогрузка всех этих данных из файловой системы. Покончим с объяснениями и перейдем к запуску первого бенчмарка. В первую очередь мы будем тестировать стандартную библиотеку. Запускаю бенчмарк. И полученные результаты я методично копирую в табличку, которую я подготовил заранее. Дальше запускаем бенчмарк EasyJSON. И на самом деле очень верю в эту библиотеку, хотя и был комментарий, что JSON-итератор рвет ее и без кода генерации. Ну что ж, посмотрим. Также методично копирую эти данные в табличку. И мы уже видим то, что EasyJSON быстрее стандартной библиотеки. Ну, в принципе, как ни странно. В общем-то, не отвлекаемся и запускаем бенчмарк библиотеки Кодек. Продолжаем записывать значения в нашу табличку. И последний бенчмарк библиотеки JSON-итератор. Кстати, автор этой библиотеки точно так же утверждает то, что она быстрее EasyJSON. Что ж, сейчас мы и узнаем это. Что ж, настало время аналитики. И что могу сказать, я, конечно, удивлен, потому что моя фаворитка EasyJSON оказалась не на первом месте. Хотя и первое место тут довольно сложно определить, потому что оно разнится в зависимости от задач. Если смотреть на анализ, на парсинг простых данных, то EasyJSON рвет. Но не по количеству локаций. Их тут аж целых 8, хотя во всех трех библиотеках тут всего одна локация. Видимо, из-за кэширования. Однако в случае со средними и тяжелыми данными, все-таки, наверное, на первом месте, в плане маршлинга, вырывается библиотека кодек. Причем очень сильно вырывается библиотека кодек. Особенно с точки зрения локаций. А вот с точки зрения анмаршлинга, здесь действительно оказалось, что библиотека JSON-итератор на первом месте. Она быстрее и кодека, и EasyJSON. И меня на самом деле очень удивили эти результаты. Хотя, тем интереснее осознавать то, что я могу безболезненно ускорить наши проекты, просто заменив одну библиотеку JSON на другую. Но если вы все-таки думаете то, что моя методика тестирования была какой-то неправильной, то поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. В любом случае, весь код бенчмарка, все датасеты находятся в репозитории по ссылке в описании. И последнее. Поддержите, пожалуйста, ролик и канал лайком и подпиской. И новых интересных открытий вам. Пока.